Государственные закупки на контроле у общественников. Активисты Общероссийского народного фронта в Нинницком округе обнаружили запросы муниципальных служб с нереально завышенной стоимостью. По ряду позиций, таких как ремонт кровли или покупка инвентаря, цифры были превышены в десятки раз. Об этом фронтовики рассказали главе региона Игорю Кошину на встрече в штабе. Необоснованные растраты бюджетных средств губернатор взял на личный контроль. Только в этом году активистами ОНФ было выявлено несколько сомнительных госзакупок. Одна из них – двухуровневая клетка для собак за 759 тысяч рублей, аналог которой в интернете стоит в 10 раз меньше. Кураторы проекта отправили предприятию, которое объявило закупку соответствующее уведомление, но не получили обратной реакции. Ситуацию под личный контроль взял Игорь Кошин. На еженедельной планерке глава региона поручил профильному департаменту разобраться с сомнительной закупкой. У меня просьба к вам. Жду кадровых предложений. Ладно, посмотрите вот эту вот закупку. Клетки покупать за 800 тысяч рублей сейчас мы еще будем. Я, конечно, понимаю, что у нас богатые все. И деньги бюджетные девать некуда. Кроме честной и эффективной экономики, фронтовики ведут работу и по другим направлениям. Образование и культура как основы национальной идентичности, власть и общество, качество повседневной жизни, социальная справедливость. Последний блок напрямую связан и с предоставлением качественных медицинских услуг, в том числе и с актуальной сегодня телемедициной. Римма Костина рассказала губернатору, что в мае Общероссийский народный фронт соберет на одной площадке кардиологов, экспертов и врачей муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи, чтобы поговорить о профилактике кардиозаболеваний в Нинецком округе. В ходе встречи с главой региона активисты ОНФ также подняли проблему изношенности летного парка Наринмарского авиаотряда. Ни для кого не секрет, что вертолеты предприятия отлетали не один десяток лет. В следующем году некоторым судам исполниться 35 лет и продлевать срок их эксплуатации уже невозможно. Выход из ситуации в лице всего авиапредприятия предложил фронтовик Александр Король взять технику в Лизнь при поддержке округа. Авансы и процентные составляющие выплачиваются из бюджета округа по программе, а часть платежей, идущей на погашение тела, основного долга, Наринмарский ООО может брать на себя. То есть мы не просим просто дайте. Глава региона в свою очередь заверил, что в этом направлении ведется огромная работа, в том числе и на федеральном уровне. Будем смотреть, каким образом будем субсидировать, потому что для нас авиация сегодня – это необходимость, ну как воздух. Все, это и транспортная доступность, и самая авиация. Главе региона у фронтовиков осталась еще масса вопросов. На следующую встречу с активистами Игорь Кошин решил пригласить глав всех профильных департаментов. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».